Профсоюз-таксист попросил ФАС проверить сделку Яндекс.Такси и группы компании «Везет». Обращение главы профсоюза Ярослава Щербинина оказалось в распоряжении РБК. Ранее Яндекс.Такси объявила о покупке части актива группы «Везет» на 178 миллионов долларов. Клиенты «Везет» смогут, как и раньше, заказывать такси по телефону, либо воспользоваться приложением Яндекс.Го. А таксистам «Везет» предложат присоединиться к сервису Яндекс.Про. Переговоры велись не один год, но первая разделка о слиянии заблокировала ФАС. Сейчас профсоюз-таксист запросил проверку нового соглашения. Там опасаются, что сделка приведет к супер-монополии Яндекса. В Яндексе же сообщили, что в этот раз с антимонопольной службой сделку не согласовали. Условия соглашения позволяют этого не делать, говорит представитель Яндекс.Го Ася Панаян. Как мы уже говорили, сделка с группой «Везет» не попадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. Балансовая стоимость активов «Везет» попадает на диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству. Мы не получали обращения от ФАС, но готовы предоставить всю необходимую информацию ведомству, если в это потребуется. Представитель Яндекс.Го Ася Панаян «Везет» уже пообещала проверить сделку Яндекса «Такси и Везет». Профсоюзы «Таксист» вспоминают прошлое слияние Яндекса «Субер». Тогда, по словам председателя профсоюза Ярослава Щербинина, резко выросла комиссия агрегатора, следом выросла стоимость поездки, а заработок водителя в итоге снизился. Как на стоимости поездок отразится новое слияние, об этом рассуждает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амусов. Сделка эта должна была пройти еще в прошлом летом. Понятно было, что ФАС ее не пропустит, потому что получается охват рынка больше 80%, значит, ну, просто монополистом становится. Они отзывают эту сделку и добавляют в эту сделку грузовые перевозки. «Везет» как таковой такси уже перестало существовать, потому что его начали делить и дербанить кусками, и этими кусками региональные отделения Яндекс спокойно покупал вместе с диспетчерскими. Разробили «Везет» как компанию, да, то есть которая в свое время поглотила «Сатурн». И вот на сегодняшний день, когда вот эта вот сделка проходит, ФАС ничего не может сказать. В ряде регионов вообще получился монополист примерно под 100%. Для пассажиров, когда такси не востребовано, цена упадет ниже, чем стоит общественный транспорт. Так сейчас уже произошло даже в ближайшем Подмосковье, да, стоимость поездки на общественном транспорте 56 рублей, такси сейчас 59 рублей. В Дальнем Подмосковье, то есть или в Владимирской области, уже стоимость поездки ниже стоимости поездки на автобусе, чтобы оттянуть от общественного транспорта пассажиропоток. Москвартранс еще пока молчит, Минтранс молчит, но скоро они поймут, к чему это приведет. А когда происходят пиковые нагрузки, цена будет возрастать на 300, 400, 500%. Олег Амосов, председатель общественного движения форум «Такси», конкурент «Яндекс.Такси.Сити.Мобил» сообщил, что сделку должна оценивать ФАС, а не рынок. А представитель визиот заявил РБК, что сделка назрела, поскольку бизнес больше развиваться не будет. Водительцы компании ушли в другие проекты. Там заверили, что не будут принуждать своих водителей переходить на «Яндекс.Про», тем более, что большая их часть уже работает с несколькими агрегаторами. Верховный суд Британии признал водителей Uber сотрудниками, позволив им требовать с работы дателя минимальную зарплату и брать отпуска. Эксперты расценили это как удар по бизнес-модели агрегаторов «Такси». Каковы перспективы российских таксистов в связи с этим вердиктом? Британский суд признал Uber работодателем таксистов. Решение, которое называют рубежным для всего мирового рынка перевозок, позволит водителям требовать минимальную зарплату и брать отпуска. О значении этого вердикта и перспективах российских таксистов Андрей Ромашков. Водители Uber, а вероятно и других агрегаторов такси в Британии, теперь не самозанятые индивидуальные подрядчики, а полноценные сотрудники этих компаний, объявил Верховный суд Королевства. Судья отклонили апелляцию Uber против решения нежестоящего суда, опираясь на четыре основных аргумента. Во-первых, компания назначает стоимость поездки, таким образом определяя заработок водителей. Во-вторых, нормы контракта устанавливает только одна сторона, так что о независимости подрядчиков говорить не приходится. В-третьих, Uber контролирует рабочее время таксистов, наказывая их за отказы от поездок. И, наконец, компания оценивает работу водителей и разрывает отношения с худшими по рейтингу, совсем как увольнение за нарушение. О последствиях такого вердикта рассуждает автоэксперт Артем Бобцов. Это, наверное, эпохальное событие вообще для всего рынка шеринга, поскольку не только Uber, но и другие операторы крупные, в нашей стране в том числе, они все время отделяют себя юридически от самих водителей, называют себя только предоставителем услуг информационных, причем по подбору такси. Таким образом, во-первых, они не оформляют штат к себе этих водителей. Во-вторых, что, наверное, самое важное, здесь не несут никакой ответственности. Но компенсации по бреду, здоровью, имуществу и даже по моральному бреду на Западе судебным пассажирам такси, они очень большие, они гигантские. Сейчас вот это все может развернуться совершенно в другую сторону, поэтому для Uber и не только для него, а вообще для всех агрегаторов это такой серьезный звоночек. Вердикт Верховного Суда не означает, что все британские таксисты Uber автоматически становятся сотрудниками компании, но это открывает для них возможность требовать трудоустройства, а вместе с ним и больничных, оплачиваемых отпусков и минимальной зарплаты. Возможно ли распространение британского прецедента на другие страны, в частности на Россию, рассуждает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. Признать работодателем конкретного агрегатора «Яндекс» обращение уже было, первая инстанция судебная была отклонена, вторая тоже отклонена. Достаточно сложно это перенести этот опыт на нас, хотя наверняка это станет прецедентом, потому что для Uber это само собой будет удар. Но эта тенденция мировая пошла и, скорее всего, она через какое-то время докатится до нас. Водители агрегаторов России конфликтуют со своими неработодателями регулярно. Осенью таксисты «Яндекса» в Челябинске бастовали против ухудшения условий труда и оплаты. В начале февраля небольшая акция прошла в Саратовской области. Требуется ли дополнительное регулирование отрасли и в России? Мнение таксиста Юрия. Таксисты процентов на 85, если не больше, люди, работающие под черным флагом, они не самозанятые, они не пышники, просто работают и все. Ни у кого, ни стаж не идет производственный, никакие пенсионные отчисления, то есть вообще ничего, соответственно, ни налогов, ничего. Поэтому, да, если захочет наше правительство навести порядок, люди должны работать на предприятии, то есть работать, получать зарплату, соответственно, они вынуждены будут отвечать. С них можно потребовать. В 2019 году полноценными сотрудниками сервисов-агрегаторов признали таксистов и курьеров в Калифорнии. Самозанятые жители получили право на отпуск, минимальную зарплату, медицинскую страховку и так далее. Норма продержалась недолго. Уже этой осенью штат проголосовал за выведение Uber и ряда других компаний из-под новых правил. Значимость таких инициатив для бизнес-моделей агрегаторов иллюстрирует сумму, которую они потратили на лоббистскую и агитационную компанию. По данным CNN, это 200 миллионов долларов. Продолжение следует... Продолжение следует...